Всем привет, друзья! С вами Глория Рай, и это новости, слухи и обсуждения эфиров телепроекта Дом-2 на сегодня. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. Марина Африкантова приняла окончательное решение по поводу своего ухода. Марину поглотила осенняя хандра. Девушка буквально молит Романа Капаклы об уходе с проекта. А судя по событиям двухнедельной давности, Марина действительно находится на грани и больше не готова ждать. Побег блондинки за ворота – лучшее тому доказательство. Поездка в Испанию помогла Африкантовой прийти в себя. В социальных сетях Марина сообщает фолловерам, что излечилась от депрессии и готова к новым свершениям. Более того, энтузиазма и сил Марины теперь хватит и для Дома-2. Как стало известно, девушка передумала уходить с проекта. Несмотря на то, что всех денег не заработаешь, еще недавно так говорила сама Марина, она все же не против подкопить средств на новенькое авто или ремонт в квартире. К слову, девушка не против выиграть и собственное жилье. Шокированные скотским поведением Ксении Бородиной, зрители встали на защиту Романа Макеева. Роман разочаровал не только Алену Савкину, но и некоторых участников. Рому отчитывают за алкоголизм, безинициативное поведение и нежелание решать проблемы в отношениях с молодой мамочкой. А вот Ксюша Бородина изначально не питала иллюзий по поводу избранника Савкиной. И судя по тому, что произошло в недавнем эфире, наконец нашла повод высказать ему все. Тет-а-тет Бородиной Макеева вышел к последнему бокам. Зрители пребывают в шоке. Озверевшая Ксения накинулась на участника как на допросе и настолько разошлась, что напрочь забыла о субординации и перешла на крик. Зрители отказываются понимать, почему все претензии Ксения высказывает исключительно Роме. А вот Алена вновь оказалась неприкосновенной. Мало кто сомневается, именно с Савкиной, а не с пьяного мужика, подкатившего к баре и приглянувшейся девушке, ей должен быть спрос. Тем более, что Алене уже давно пора задуматься не только о своей репутации, но и о том, что на ее поведение скоро будет смотреть маленький сын. Яна Шофеева намерена бросить Захара Саленко. Недавно стало известно о том, что Саленко изменил Яне. Девушка считает, что им не стоит продолжать отношения. Она не намерена прощать измену. Ей больше нравятся женщины, способные оставаться в одиночестве, но при этом сохранять уважение к себе. Участница дала понять, что она готова к крайним мерам. Если понадобится, Яна Шофеева может бросить Захара Саленко. И вот стало известно о том, что измена Саленко подтвердилась. На ток-шоу «Борзина против Бузовой» произошла потасовка между Яной Шофеевой и девушкой, с которой ей изменил Захар Саленко. Настя Каткова была на шоу «Борзина против Бузовой» минувшую среду. Девушка шла, чтобы отмазать Саленко. Но когда Захар начал оскорблять ее, она передумала ему помогать и во всем призналась. В инстаграме Шофеева сообщила о расставании с Захаром. «Так больно давно не было, а, наверное, даже никогда», – написала девушка. Федя Стрелков уже сомневается в своих чувствах Кристине Лисковец. Несколько недель назад Федя шокировал зрителей сообщением, что он не может забыть Кристину Лисковец и хочет даже снова строить с ней отношения. Тот факт, что Кристина как будто не свободна и состоит в отношениях со своим коллегой по работе, ребята то ли забыли, то ли не учитывают. Но после недельного общения в телефонном режиме Федор засомневался в том, что ему необходимо воссоединение. У Федора Стрелкова какое-то непонимание собственных чувств Кристине Лисковец. Молодой человек, кто хотел строить отношения с Кристиной, кто начал сомневаться, нужно ли ему это. Пока что он говорит, что думает о девушке и думает о ней, но не уверен, что пылкие чувства проснутся при встрече. Но неделю назад Федор был намного увереннее в своих чувствах, чем сейчас. Он отмечает, что они продолжают общаться с Кристиной в телефонном режиме, но сказать, будут ли они вместе, он не может, потому что и сам не знает, хотя общаются они часто, эмоционально и тепло. Молодой человек ждет личной встречи, чтобы понять, что он почувствует. Если он ощутит, что в нем еще живы былые чувства, то они вместе зайдут на проект, а если нет, то они разойдутся в разные стороны. Так что его желание будет зависеть исключительно от их встречи. Кристина пока никак не комментирует свои намерения в отношении Стрелкова, но зрители считают, что девушка сделает большую ошибку, если придет к нему на шоу. В свое время она бросила Стрелкова ради другого, а по словам Феди, роман Кристины начался еще во времена их отношений. Так что у парня есть причины для мести, и Кристина рискует быть униженной на лобном месте. Настя Болинская снова покинула проект. На днях Настя Болинская и Алексей Кудрышов, не успев далеко отойти от ворот, попросились обратное и были тут же прощены и допущены в периметр. Правда, дальше получилась какая-то непонятная ситуация. Кудрышов начал уверять, что будет искать другую девушку, а обе Насти уже в прошлом. Болинская занялась поисками мастера по наращиванию ресниц в своем городе. Пользователи сделали вывод, что девушка снова покинула проект. По собственному желанию или из-за нежелания наблюдать за изменами Леши в периметре, или потому что ее сочли ненужным на данный момент балластом, пока неизвестно. Поклонники считают, что не исключено, что Настя просто отправилась в отпуск, а затем вернется, и ребята снова будут строить свою скучную любовь, от которой уже устали и хейтеры, и те, кто спокойно относится к паре. Леша тем временем дает понять, что любовь к Настям его измотала, и ему нужны свежие впечатления. Зрители надеются, что Кудрышова отправят следом за Болинской, чтобы они не стали надоедать скучной любовью и скандалами, а наконец-то занялись либо поисками работы, либо чем-то полезным, что впоследствии поможет найти эту самую работу. Интрига, однако, никуда не девается. Стоит отметить, что Леша уже ударился в привычное философствование. Он не может понять, почему старается сделать как лучше, а получается как хуже. Другие страдают в то время, как он всего лишь старался нести радость. Неизвестно, страдает ли Болинская, но Иванова явно нет. Она уже пожелала их с возлюбленным и счастьем. Майя Донцова заметила у себя признаки надвигающейся старости. Майя буквально несколько лет назад была одной из самых известных тусовщиц телестройки. Леше Купину пришлось приложить немало усилий для того, чтобы его избранница забыла о походах в клубы в компании Маши Кахно, прекратила злоупотреблять алкоголем и начала вести нормальный образ жизни. Сейчас у Майи такой возрастной период, что она бы без особых усилий отказалась от ночной жизни, так как молодость уже закончилась, по ее словам. В последние дни Майя Донцовой были очень нелегкими. К счастью, нелегкими не из-за каких-то проблем, а потому что слишком много веселья тоже дается тяжело. Одно за другим произошли два важных события, которые Майя не могла проигнорировать. День рождения любимой свекрови и девичник Розалии Райсон. Майя надеялась, что чувствовать себя хорошо ей поможет то, что она вообще не принимает алкоголь. Но нет, она ощущает себя настоящим зомби, и отоспаться не получается, потому что днем есть важные дела, которые отложить никак не получается. Девушка не могла не заметить, что раньше она могла спокойно веселиться по несколько дней. Из своего плохого самочувствия Майя сделала простой вывод – молодость подошла к концу, и теперь, видимо, надвигается старость. Хотя, возможно, спокойная жизнь настолько затянула девушку, что ей просто не хватает опыта. Но если бы она отдыхала так же, как и раньше, то веселилась бы и без особых усилий не один день. Хейтеры заверили Донцову, что ее возрастные изменения им и так заметно на экране, и даже новый цвет волос, который выглядит потрясающе, ее делает еще старше. Правда, поклонники категорически не согласны с тем, что Майя постарела, плохо выглядит, или что в ближайшие несколько лет ее вообще коснутся возрастные изменения. А кому-то показалось, что Майя устала, потому что она беременна. На сегодня это все новости Дома-2. Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. До скорых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...